Вала Щух СД пишет вам эссе, в жизни рок-н-ролл, Вала Щух СД Всем привет! Продолжаю театральные истории. Много раз слышал о гениальности Петра Наумовича Фоменко, но к моему большому сожалению, только вчера впервые побывал на одном из его спектаклей, который он поставил в 2009 году. Все не до этого у меня было. Вечные дела, суета. А затем мы сожалеем, что не увидели человека, пока он еще был жив. Так я до сих пор сожалею, что не сходил на спектакль «Дуэт для голоса и саксофона». Очень хотел посмотреть и послушать, как стихи нашего Нобелевского лауреата Иосифа Бродского понимает и читает другой наш великий художник Михаил Казаков. Все откладывал. Теперь уже не посмотрю и не услышу. Уже восемь лет, как нет с нами Казакова. И Петра Фоменко уже семь лет, как с нами нет. Но спектакли в его постановке продолжают идти в мастерской его имени, на набережной Тараса Шевченко. Спектакль называется «Триптих» по трем произведениям Пушкина. Граф Нулин, каменный гость и сцены из «Фауста». Мне, начинающему музыканту, почему-то очень не нравится музыкальный примитив, когда все в одну ноту и в унисон. Вроде бы наоборот должно нравиться, как начинающему, но не лежит душа. И еще я не люблю всякие безмозглые и неподготовленные импровизации на сцене. То есть не люблю всякую халяву от музыки, которую так любят многие наши рокеры и их поклонники. По моему мнению, экспромт хорош, когда он хорошо подготовлен. Поэтому понимаю Пола Маккартни, который возмущался выходками Джона Леннона на концертах, когда тот своими гитарными импровизациями ломал продуманное, отработанное и отрепетированное произведение. Мне больше нравится сложная музыка, полифония, когда каждый инструмент и голос, а еще лучше голоса, ведут свои оригинальные партии, зачастую, казалось бы, несовместимые друг с другом, но в результате получается потрясающая и неожиданная гармония. И мне больше нравится, когда музыканты представляют публике хорошо продуманное, взвешенное и отрепетированное произведение, а до этого в сотни вариантов перепробованное, и после многих и долгих споров, раздумий и сомнений утвержденное, а затем еще опробованное на публике, скорректированное, уточненное и, наконец-то, утвержденное окончательно. Мне нравятся вот именно такие произведения, в которые вложены и мысли, и сомнения, и кропотливый труд, и мастерство, и риск целого музыкального коллектива, в которых продуман каждый звук, каждая нота, каждая партия всех инструментов и их тембр, а также точно рассчитано по времени появление каждого звука, инструмента или голоса в конкретной точке тактовой сетки. Ведь музыка – это математическая дисциплина, требующая именно дисциплины и согласования своих действий со временем и пространством, по длине и высоте. Иначе это не музыка, а просто шумовая какофония. Увиденный мною спектакль «Триптих» – это и есть такая полифония, только театральная и более сложная, так как была задействована не только длина и высота, но и глубина сцены, а также весь зрительный зал. Задействован и свет, и цвет, продуман каждый костюм, грим актеров, реквизит, каждая мизансцена и положение актеров, их ансамблевые композиции. Точно рассчитан выход каждого героя, его внезапное появление или исчезновение, в результате затемнения или акцентировки светом нужного участка сцены. Перед зрителем разворачивается постоянный потрясающий перформанс, каждая сцена которого может быть картиной с удивительным сочетанием цветов, костюмов, антуражей, поз и выражений лиц актеров. Особо отмечу работу со звуком. Все рассчитано посекундно и до мелочей, и включение в спектакль множества музыкальных цитат и фрагментов из классических музыкальных произведений, и всякие звуки, и отзвуки, и тембры, и реверберация, и вступление, и замолкание музыкальных партий и голосов, даже четкое выговаривание актерами окончаний слов с твердыми согласными, как в звукозаписывающей студии. Если использовать музыкальную терминологию, то спектаклю задан конкретный жесткий темп, и все подчинено четкой временной тактовой сетке. Поэтому любой сбой, любое даже секундное отставание или забегание вперед любого звука или жеста вызывало бы дисгармонию. Я снимаю шляпу перед этим великим режиссером. Это именно режиссерская работа. Но я снимаю шляпу и перед актерами, потому что надо быть настоящим профессионалом, чтобы четко следуя режиссерской задумке и неукоснительно выдерживая этот жесткий темп, не превратиться в бездумного робота, а проявить свой актерский талант и вдохнуть в спектакль человеческие чувства. И это еще один срез той самой театральной полифонии, которая происходила на сцене. Также я отдаю должное звукооператорам, осветителям и работникам сцены за их слаженную работу. Без их профессиональных действий спектакль вряд ли бы удался. Другими словами, здесь надо отметить работу всего театрального коллектива. И поэтому все это вместе. И режиссерская задумка, и актерская игра, и работа вспомогательного персонала, и звук, и свет, и цвет, и музыка, и задействованное пространство, и ритм, и смысл позволяют мне говорить, что это намного сложнее музыкальной полифонии, о которой я говорил вначале. Музыка здесь лишь одна из составных частей. Особо хочу отметить игру Карена Бадалова, которого я раньше видел то ли в каких-то фильмах, то ли в сериалах, даже не помню в каких, на каких-то проходных ролях. Но оказалось, что это большой мастер. В моем понимании, только актер, владеющий искусством комического представления, а не только переживания по методу Станиславского, и есть настоящий профессионал. Бадалов умеет играть смешно. Я отдаю должное всем актерам, но, на мой взгляд, это лучшая актерская работа в спектакле. Может быть, я мало видел в своей жизни, и кого-то такая постановка не удивит, но то, как был сделан этот спектакль, меня, честно говоря, поразило. И все-таки, я бы выделил только две части этого триптиха. Первое. Граф Нулин, после которой я наконец-то до конца понял, почему Пушкин – ай да сукин сын. Наш великий поэт действительно умел иронично смотреть на мир, на самого себя и на своих современников. А Петр Фоменко и актеры, задействованные в спектакле, сумели это показать. И третья часть. Сцены из Фауста. Глубоко, динамично и красиво. Вторая же часть меня не впечатлила. И не только меня. Публика в зале, позевывая, ждала антракта. Но этого великого режиссера, видать, волновала тема убийств, предательств и роковой любви к убийцам в образах Дон Гуана, Каменного Гостя, Донны Анны и Лауры. Мы же, скорее всего, зачерствели. Нас, побывавших в шкуре российского предпринимателя, такими вещами давно уже не удивишь. Это так, повседневность. Но этот великий режиссер не просто же так включил эту часть в свой триптих. Не для того же, чтобы мы зевали и ждали антракта. Что-то же очень важное он хотел нам этим сказать. Поэтому нам остается только догадываться об этом. Всем пока. Пишет вам эссен. Жизнь не рок-н-ролл. Балащук СД.